Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. Гибель полсотни разведчиков. Ровно 22 года назад в Грозном произошла масштабная потеря, в то время не получившая широкой огласки. Рязань прославилась на весь мир. Об улице Безбожной, которую хотели переименовать в улицу Трампа, рассказали каналы CNN и Sky News. Эксперименты с жидким азотом во всемирный день из Кимо. Корреспондент нашей телекомпании узнал странный способ изготовления мороженого. 22 года назад в Грозном произошла трагедия, не получившая широкой огласки по сей день. 24 января 1995 года разом погибло 48 разведчиков 16-й бригады спецназа ГРУ, так называемой Чучковской бригады. Таких потерь подразделения специальной разведки ни до, ни после того рокового дня не несли. Гибель полусотни разведчиков шокировало не только рядовых спецназовцев, но и руководство ГРУ. О потере старались не говорить. Но родителям и друзьям, сослуживцам и командирам погибших бойцов трагедии не забыть уже никогда. Ежегодно в этот день они приходят к могилам своих сыновей и друзей, чтобы почтить их память. В ночь на 24 января батальон спецназначения вернулся в расположение в здании бывшей школы на окраине Грозного. Командир подполковник Евгений Сергеев собрал офицеров на совещание и ненадолго вышел из здания на улицу. В этот момент прогремел страшный взрыв. Непонятно на самом деле, как что произошло. Но факт в том, что полностью корпус был уничтожен, где там люди находились. Я был, когда там обломки уже все там, мы всех вытаскивали, доставали там. Все было, конечно, плачевно. Под обломками рухнувшей части здания погибли почти все, кто тогда там находился. Сам командир выжил. Уже посмертно Евгению Сергееву присудили звание Героя России за боевые действия как командира еще в Афганистане. А по мотивам его боевых заслуг снят фильм «Охотники за караванами». Очень мужественный, очень жесткий, очень справедливый. Не боялся сказать правду в лицо. За это, может быть, где-то кто-то его не любил. Но я думаю, те бойцы, кто здесь, к нему все хорошо относились и все уважали. Выдвигались самые различные версии произошедшего в ту ночь на 24 января. Многие склонялись к тому, что школу заранее заминировали и взорвали чеченские боевики. Однако комбат был профессионалом по разведывательной деятельности с богатым опытом войны в Афганистане. И прежде чем разместить свой батальон в здании школы, он лично ее тщательно осмотрел. В случае минирования рухнуло бы все здание. В ту ночь обрушилась лишь та часть, где располагались спецназовцы. Выдвигалась и версия, что в здании школы угодил шальной снаряд. Таких случаев первую чеченскую кампанию было немало. Один командир роты здесь лежит. Виталий Лаптев. Второй командир роты Андрей Чуньков. Третий командир роты. Я остался жив. В это время был на выполнении боевой задачи. Поэтому Господь меня сохранил. Спецназовцев хоронили в разных местах России. Сегодня на Сусойском кладбище в Рязани покоятся тела пятерых солдат и офицеров, погибших в ту рукавую ночь. Прошло 22 года. Но о той трагедии не прочитать ни в интернете, ни увидеть и документальных фильмов. В этот день вспомнить погибших и к могилам приходят только близкие и сослуживцы. Рязанская улица под названием Безбожная стала известна всему миру. Не так давно местный активист предложил переименовать ее в улицу Дональда Трампа, тогда еще кандидата в президенты США. Это заинтересовало представителей американских и европейских СМИ. Материалы были выпущены на зарубежных каналах. О том, какое увидели Рязань иностранцы в сюжете Галины Ершовой. Старинные дома в самом сердце города не дают покоя многим. На второй Безбожной улице осталось всего четыре ветхих здания, но они по-прежнему приковывают внимание активистов. Сменить название ей пытались больше пяти раз, но безуспешно. Крайнюю попытку сделали в ноябре прошлого года. Тогда улицы хотели присвоить имя нового американского президента Дональда Трампа. Весть об этом быстро облетела не только интернет, но и зарубежные СМИ. Сегодня Вторая Безбожная улица набирает все больше популярности и формирует представление о России в глазах иностранцев. А здесь действительно есть на что посмотреть. Ветхие строения, нерасчищенные дороги и это в центре города. Дома обещают снести к 2020 году, но их жители переезжать не собираются. Зачем мне расселять? Это мой частный дом. Мне очень, мне есть квартира, все, череду. Зачем я хочу буду делить? Я приехал, машину загнал, все, ну чашечек, там я помидор, посажу огурцы, что-нибудь на стол для квасов. Чего мне расселять-то? Я когда просил, дайте мне землю. Правильно? А сейчас все. Кто на чем хочет сыграть-то? Для Николая Федоровича этот дом – вся его жизнь. 50 лет назад он построил его вместе с родителями и живет здесь по сей день. Напротив, уже возвышаются современные многоэтажки. Эта контрастная картина поражает не только рязанцев, но и съемочная группа зарубежных изданий. Кстати, после их приезда на Безбожные улицы ничего не изменилось. Да и гостей особо никто не видел. О них здесь ходят лишь слухи. Между тем, в покосившихся строениях живут в основном пенсионеры. Они настолько привыкли к жизни на земле, что переезжать в квартиру совсем не хотят, даже несмотря на отсутствие центрального отопления и теплого санузла. Женился, да? Хотел здесь дом хороший построить. Надежда Чумакова, знаете, такую, да? Она сказала, здесь будет привокзальная площадь. Я был молодой, все. Сейчас, скажут, строй себе, скажут. Что, насосой в могилу? Однако старинные дома есть на многих улицах города. За какими-то следят городские власти, другие содержат сами жители. Но и те, и другие выглядят застывшими памятниками исторической Рязани, которые медленно уходят в прошлое. Как вы думаете, вот нужны, в принципе, такие деревянные улочки в Рязани? Ну, наверное, уже нет, потому что они... Ну, вот какая улочка? Здесь все дома, и среди этих домов один домик. Ну, наверное, уже нет. Уже, наверное, время ушло, когда надо было эти улочки сохранять. Считаю, что нет. А почему? Ну, как-то вид плохой у них уже. Либо их реставрировать надо, ну, либо строить нормальные дома. Скажите, как вы считаете, нужны в центре города деревянные улочки со старинными домами? Обязательно. Это наша история. А почему? Ну, потому что я люблю историю. Это же история Рязани. Как деревянные улочки с домами. Вы знаете, в Суздале запрещено больше двух этажей строить. Теплые, уютные, с резными ставнями. Их так интересно разглядывать прохожим. В этих домах есть особая романтика, напоминание о многовековой истории. К сожалению, многие из них пришли в упадок. И сейчас вызывают больше сочувствия, чем восхищение. Жителям безбожной улицы все равно, что подумают о них иностранцы. Главное, чтобы заботились местные власти. Британские ученые, не покладая рук, делают различные открытия. На этот раз они выяснили, что телевизионные и другие новости, имеющие практическое применение, намного чаще оказываются правдивыми, чем те, которые просто информируют людей. В Рязани мы провели свой опрос. Все люди, кроме одного, ответили, что их больше интересует информация, а не те новости, которые можно применить на практике. Таким образом, они сами того не понимая, чаще оказываются под влиянием ложных новостей. Вы смотрите новости? Нет, я нет. Телевизор больше не включаю. А где вы узнаете о каких-то событиях, происходящих в мире? На Первом канале. В интернете, в новостях? В интернете. Почему в интернете? Удобно. Я, наверное, скорее нет, чем да. Я тоже, наверное, не смотрю. Я больше их читаю. Нет, не смотрю. Все смотрят новости? Обязательно. Как же без новостей-то? Ну, как вы думаете, чему можно доверять? Интернету, телевидению, радио? Ничему. Ну, ничему, да. Везде ложь, везде пропаганда. По-разному бывает. Это так же, как и в обществе. Есть люди положительные, есть со всякими оттенками, поэтому критически надо относиться. В принципе, доверяю. Не замечала подвохов. Бывает ли, что вы чувствуете, что в новостях говорят как-то неправду или правду? Вы отличаете? Да. И часто? Есть немножко, да, и в наших, рязанских. Да. Вот, даже с улицами. Прям так чистят, так чистят. Да? А нигде не пройдешь. Вам больше нравятся новости, которые дают информацию или которые можно применить на практике как-то? Ну, по-разному. Какие когда требуются, ну, наверное, информация поинтереснее будет. Которая информирует. Ты, пожалуйста, на стол факты, аргументы, чтобы это было подтверждено не просто словами, там, вот, там, плохо, а вот конкретно. Вот посадили, вот отправили в места не столь отдаленные, там, и так далее. Интересно, что в стране нового происходит вообще в мире. В частности, в нашем городе. Новый случай реализации контрафактного спиртного произошел в Кораблинском районе. Алкоголь продавался в небольших магазинах. Никаких сопровождающих документов на продукцию не было. В прошлом году сотрудниками полиции было изъято более 80 тонн нелегального спиртного. По всей видимости, в наступившем году его производство не уменьшилось. На территории области продолжают распространять нелегальный алкоголь. На этот раз сигнал тревоги поступил из Кораблинского района. Местные жители сообщили сотрудникам полиции, что в ряде небольших продуктовых магазинов появилась водка с признаками контрафакта. Бутылки спиртного были маркированы акцизными марками, не похожими на настоящие. В ходе проверки выяснилось, что во все точки нелегальный алкоголь попал от одного и того же поставщика. 45-летний житель деревни Бобровенко в гараже у своего дома хранит алкогольную продукцию. Также сотрудники полиции установили, что злоумышленник развозит спиртное с признаками контрафакта на реализацию в небольшие магазины Кораблинского района. При этом никаких сопровождающих документов на алкогольную продукцию не предоставлялось. Также сотрудниками полиции были осмотрены жилища и хозяйственные постройки злоумышленника, а также две грузовые газели, припаркованные у дома. Машины были подготовлены в рейс и укомплектованы нелегальным спиртным. Было обнаружено и изъято более 40 тысяч бутылок водки с признаками подделки. Образцы изъятой продукции направлены на исследование. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сегодня весь мир отмечает праздник – Международный день Эскимо. Мороженое на палочке знакомо многим. А сейчас мы расскажем о его истории и покажем необычный эксперимент. В вафельном стаканчике и в пластмассовом, обычной и в шоколадной глазуре видов мороженого так же много, как и людей. Ведь каждый вносит в это лакомство что-то свое. Но одним из самых любимых для рязанцев по-прежнему остается Эскимо. 24 января оно отмечает свой международный праздник. Именно в этот день, в 1922 году, Христиан Нельсон запатентовал неожиданное открытие. Он полил шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого и назвал его Эскимо Пай, что переводится как пирожок Эскимоса. Интересно, что это первый Эскимо был без деревянной палочки, своего сегодняшнего неизменного атрибута, и обзавелось им лишь через 12 лет. Сегодня в мире насчитывают более 700 вкусов мороженого. Самые неожиданные из них – это мороженое с тунцом, с форелью, со вкусом креветок, морковью с помидорами, с мясным вкусом и даже со вкусом перца чили. За свою историю мороженое успела попасть и в Книгу рекордов Гиннеса. В 2011 году торт из мороженого, который весил более 10 тонн, изготовила канадская компания. А вот фруктовый лед уходит своими корнями в далекое прошлое. Он известен человечеству как минимум 5 тысячелетий. Еще Александр Македонский любил есть снег с нектаром и медом. Любили холодные десерты и на Руси. Хозяйки резали ножом замороженные пласты молока и подавали на стол молочную ледяную крошку. В некоторых семьях гостей угощали смесью из замороженного молока, творога и ягод. А вот настоящей фантастикой мороженое стало в Советском Союзе. Считалось, что уважающий себя гражданин должен съедать в год не менее 5 килограмм. Так, из лакомства для любителей оно превратилось в высококалорийный и витаминно-содержащий продукт, обладающий к тому же целебно-диетическими свойствами. При этом низкая цена никак не влияла на качество. Советское мороженое было по-настоящему натуральным. Сегодня рязанцы тоже не прочь отведать знакомые с детства десерты. Когда-то мороженое делали и в нашем городе, но завод закрылся больше пяти лет назад. Теперь под маркой рязанского мороженого прячется совсем другой производитель. Ульяновск производит мороженое «Люблю Рязань». Они вот, наверное, некоторые думают, что это рязанское, но ульяновское. Ульяновское свое все у нас, все у нас позакрывали. А свое было очень вкусное мороженое. Особенно вот приезжают откуда-то вот из других городов. Мы хотим попробовать ваше рязанское. Я говорю, не судьба. Популярностью пользуются также мороженое из Люберец из Кубани. А вот настоящим деликатесом стало высокотехнологичное мороженое. Да-да, производство любого лакомства не стоит на месте. Теперь для заморозки умельцы используют жидкий азот. Холодная жидкость не портит вкус и дает быстрый результат. К тому же оно полностью натуральное. Для изготовления понадобятся жирные сливки и сахарная пудра. Оно абсолютно безопасно. Почему? Потому что в нашем воздухе присутствует азот. Его там очень много, более 70%. И он для нас безопасен. Да, мы вокруг него, рядом с ним. А этот азот, это точно такой же азот, просто в жидком состоянии. И когда мы наливаем его в сливки, то он полностью испаряется и его не остается совсем. То есть он является замораживательным, таким холодильником своеобразным. С виду масса похожа на творог, ее удобно накладывать ложкой. К тому же наполнить такой десерт можно любыми начинками. В дело идут серовый, посыпки и шоколад. Все зависит от фантазии автора. Оно очень вкусное, немного холоднее обычного и абсолютно натуральное. Они отличаются тем, что обычное мороженое не сладкое. А это сладкое. Однако технология пока несовершенна. Азот быстро замерзает и также быстро размораживается. Но какой бы ни была технология производства знакомого с детства лакомства, в Международный Денис Киму не грех съесть хотя бы одно из них. На данный момент это все новости. Следите за событиями на нашем сайте официальных группах в соцсетях. Удачи вам и хорошего настроения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok